И так и стоял очень долго, нос к носу. Мне кажется, наша умная Софи заподозрила вторую камеру, Юмичу не успокаивается и решает применить хитрый способ. Киса Алиса обнюхивает и разглядывает, и тут начинается нечто странное. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня, ребята, будет вторая часть того самого эксперимента, который вам так понравился. Вы набрали на нем огромное количество лайков и просмотров и комментариев и попросили его повторить только теперь с участием киски Алиски. Ведь тогда, когда я его снимала, Юми была маленькая, а кису Алису я еще не достала из канализации. Но я буду исполнять этот эксперимент с некоторыми вашими же поправочками. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать наши новые ролики, и мы начинаем. Ставьте лайк этому видео, если хотите еще больше интересных экспериментов, и пишите в комментарии свои идеи. Так вот, в прошлый раз я падала несколько раз, и многие сказали, что падать нужно все-таки один раз, потому что в другие разы собаки уже понимают, что их разыгрывают. Второе, это то, что я падала на кровать. И очень многие написали, и я действительно, наверное, с вами соглашусь, что когда я падаю на кровати, так как иногда мои собаки спят со мной в кровати, они просто подумали, скорее всего, что я ложусь спать. Третья ваша поправочка, это то, что эксперимент проводился в помещении, где действительно много отвлекающих вещей. Разные игрушки везде валяются на полу, открытые двери в другие комнаты, так что сегодня я это тоже исправлю. Как и в прошлый раз, у меня будет две камеры. Общая, на которой видно все, что происходит, и еще одна камера для приближенного рассмотрения. Также я одела новую шапку и новую кофту, которые ничем не пахнут. Леггинсы после стирки и чистые носочки, так что запахи не отвлекут животных. Сначала я немного походила и позанималась своими делами, чтобы создать непринужденную атмосферу. Кстати, сегодня, ребята, большой день. С началом весны вышли ролики на абсолютно всех каналах. На моем канале большая распаковка с питомцами, на их канале продолжение розыгрышей, и даже на моем лайв-канале спустя 4 месяца видео. Так что потом, когда смотрите наш забавный и интересный эксперимент, посмотрите ролики там! Да? А мы начинаем. А затем я упала и притворилась безжизненной. И теперь начинается самое интересное. Поначалу никто никак не реагировал. Скорее всего, все просто пытались пока что понять, что же произойдет дальше. Так как в этот раз у меня был всего один шанс упасть, я решила лежать бездвижно до последнего и ждать хоть какой-то реакции. Пролежав так достаточно долго, я дождалась реакции собак. Они отреагировали намного первее, чем киса Алиса, но не переживайте, она тоже вас удивит чуть позже. Эйвон выбрал для себя роль проверяльщика дыхания. Эйвон приблизился к моему лицу и так и стоял очень долго, нос к носу. Мне кажется, наша умная Софи заподозрила вторую камеру и один раз даже чуть не уронила ее. Миша реагировала меньше всех и реже всех подходила. В конце концов, ничего не поняв, разошлись все, кроме Юмичу. Она, как и в прошлый раз, расположилась у меня на животе и провела там довольно много времени. Многие тогда писали, что, скорее всего, она хочет понять, дышу я или нет, двигается ли мой живот. Я решила идти до конца и не сдавалась. И поэтому через довольно большое количество времени, когда у меня уже даже затекли ноги, руки и шея, собаки снова пошли на проверку. Посмотрите, Эйвон пытается учуять мое дыхание. Он так и вертит носом именно около моего лица. Миша снова уходит в лежанку. Софи и Юми просто ходят, бродят вокруг. А куда же сбежала киса Алиса? Кто-нибудь видел? В итоге Эйвон, может быть, понимает, что я дышу или нет, не знаю. Он уходит, но скоро вернется. Софи постоянно подозрительно ходит вокруг камеры. Так как они уже знакомы с этим предметом и знают, что это такое, возможно, она поняла, что что-то тут не так. Юмичу не успокаивается и решает применить хитрый способ. Она начинает меня лизать. И в прошлый раз я действительно засмеялась и выдала себя, но не сегодня. Я выдерживаю и Юмичу сдается. Софи все время ходит напротив камеры, понюхала руку, пошла дальше. Я продолжаю лежать и не знать, что же происходит вокруг. И вот через некоторое время киса Алиса, наблюдая за моим бездвижным телом, второй раз уходит из домика. И если первый раз она ко мне не подошла, то через некоторое время, побродив где-то вне зоны камер, то ли на подоконнике, то ли еще где, я не знаю, у меня же были закрыты глаза, она оказывается на мне. И тут начинается нечто странное. Собаки не подходят, а киса Алиса начинает совершать абсолютно непонятные действия. То ли с моим телом, то ли с моей новой кофтой, я не знаю. Может быть это какой-нибудь кошачий ритуал? А может она думает, что я сплю и пытается меня разбудить, хотя обычно она меня так не будет. Но через долгое количество времени собаки все-таки укладываются в своих лежанках в ожидании, а киса Алиса разваливается на мне и продолжает делать что-то непонятное. То ли ей не нравится запах новой толстовки, то ли она играет со складками. Напишите в комментариях свои размышления. Как вы думаете, что она делала? Спустя много минут, в конце концов, уже поползав по мне, она начинает тоже, как и остальные, присматриваться вдруг к моему лицу. Она и обнюхивает, и разглядывает, а потом уходит и ложится рядом с головой. А вот тут Юми посмотрела прямо на вас. Еще через какое-то время, когда я уже совсем устала лежать, киса Алиса вернулась в свой домик, то собаки вдруг засуетились. Эйвен снова подошел ко мне и снова долго-долго стоял и принюхивался к моему носу, периодически полизывая. Будто они почувствовали все, что я собираюсь заканчивать. И ведь это действительно так и было. Я сдалась. Кто чем занят? Кто тут? Кто? Ты моя собака. Да, все обрадовались. Моя кошка. Моя кошка. Вешайте прикольные скрины из этого эксперимента в Инстаграм, отмечайте там Инстаграм моих питомцев, а они будут вас лайкать. Вот такой вот получился эксперимент. Надеюсь, вам понравилось. Переходите по ссылочкам на другие ролики, ставьте лайк и увидимся скоро в новых видео. Пока! 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 Пока!